Вы смотрите бизнес в спорте. Новый проект РБК, посвященный спортивным достижениям новосибирской бизнес-элиты. Мы начинаем. Новый гость нашей программы Кирилл Ивантеев, председатель совета директоров группы компании Ёлка Девелопмент. Наш герой серьезно занимается бегом и альпинизмом. Он покорил не одну горную вершину и даже пробежал марафон по римской брусчатке. Занимаюсь бегом, занимаюсь триатлоном, занимаюсь скалолазанием. Это три вида спорта, которые я в принципе делаю достаточно большой акцент и их очень активно развиваю. Была мечта зайти на вершину Эльбруса, я ее осуществил, причем дважды. Затем последовало восхождение на Килимаджаро, он тоже был успешным. Пробежал марафон в Риме и пробежал олимпийскую дистанцию по триатлону в Сочи. В горах, наверное, всегда это все эмоционально, потому что ту красоту природы, которая там существует, нетронутую, ты больше нигде не увидишь. И когда ты стоишь на вершине Эльбруса и ты видишь облака, которые находятся гораздо ниже тебя, и ты видишь восход солнца, то на самом деле идешь и просто плачешь, потому что красота неимоверная. Дополнительно попадаются еще такие моменты, когда ты поднимаешься наверх и видишь звезды, которые опускаются практически к тебе на плечи, потому что в основном все восхождения происходят в ночное время, то есть вы выходите рано ночью, то есть с утра, с два часа ночи, и идете все утро и спускаетесь ближе к 12 дням. Опасность, конечно, есть, потому что случаев очень много, и Эльбрус считается достаточно сложной горой, при этом смертность, как ни странно, там больше, чем на таких очень серьезных горах, но гибнет порядка 20 человек в год. Поэтому, конечно, там надо быть очень предельно внимательным, слушать своего инструктора и делать все, что он тебе говорит, иначе ошибка очень будет дорогая, это будет твоя жизнь. Это нужно быть достаточно физически сильным, сильные ноги, сильное дыхание. Для этого нужны постоянные тренировки, и тогда все получится. Бег дает, знаете, расстановку мыслей в голове, то есть в работе достаточно много рутины, все возможные, много всяких идей, много задач, и порой ты думаешь, что их так много, что ты не можешь их все распределить правильно по полочкам. Меня лично бег очень сильно стабилизирует и помогает мне все разложить по полкам. Таким образом, я в процессе бега могу принять правильные решения, которые мне не было необходимо сделать ранее. Марафон в Риме для меня был очень эмоциональным, потому что ты бежишь по улицам Рима, ты бежишь практически по всем каналам, через все мосты, тебя встречают публика каждые 5 километров, барабанщики, музыка, поздравления, тебя все поддерживают. Смотрят, что ты уставший, неважно, из какой ты страны приехал, здесь вообще полностью нету никаких национальностей, там ничего. То есть ты просто бежишь, и тебя поддерживают все, кричат тебе, давай, держись, молодец, по-русски, по-английски, по-французски, как угодно. И это, конечно, незабываемо дает многое. Я всегда раньше не понимал значение до конца все доделывать. И думал, вот как же все-таки все до конца доделывать нужно. Вот горы мне показали, что значит доделывать все до конца. Потому что как в бизнесе, так и в горах ты соревнуешься с самим собой. И если ты сильный человек, то ты пойдешь до конца, и ты получишь тот результат, который тебе необходим. Поэтому сдаваться нельзя ни в спорте, ни в бизнесе. И нужно только физически быть всегда подготовленным и развиваться, только развиваться. В этом году, на июль, на 27 июля намечено восхождение на Эльбрус. Еще раз повторно, мы, к сожалению, в 2016 году не дошли всего 70 метров. Нас застал очень сильный шторм с молниями, с сильным ветром порывистым. В общем, нам пришлось спускаться, мы не дошли. Мы, та команда, которая была с нами, мы все очень сдружились, общаемся, потому что горы, они объединяют, и ты понимаешь, что люди, которые с тобой находятся на вершине, это те, на кого ты должен полагаться. Люди, проверенные на 100%. Мы решили все-таки подняться еще раз и зайти наверх. Поэтому мы договорились, что выберем год, выберем день. Мы буквально недавно списались, решили, что это будет 27 июля. Вот 27 июля наша команда собирается снова в минеральных водах, и мы все едем при Эльбрусе, и будем планировать подниматься на Эльбрус повторно. У нас на этом все. Занимайтесь спортом! Субтитры сделал DimaTorzok